Глава округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались у руководителей структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Доклад от Карпова Константина Михайловича по вопросам работы ЖКХ. На территории городского округа Люберцы решением Министерства чистоты Московской области было принято решение об исключении многоквартирных домов из реестра лицензии управляющей компанией содействия. Учитывая приближение осенне-зимнего периода и холодов, на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и руководствуясь требованием жилищного законодательства, нами были назначены временные управляющие компании. Временные управляющие компании назначены на срок не более года до момента определения жителями способа управления многоквартирным домом. Так, при назначении временных компаний мы руководствуемся территориальным признаком. В настоящий момент на территории поселка Октябрьский городского округа Люберцы временной управляющей компанией назначена компания «Альфа-Квартал». В Красково, временной управляющей компанией, назначена компания «Качественный сервис». И в Томилино управляющая компания «Временная» — это УК «Соседи МКД». Я еще два слова добавлю руководителям новых управляющих компаний. Ну, Сергей Юрьевич, мы знаем, здесь как раз-таки человек себя проявил профессионалом и как работал в системе ЖКХ, так и остается. Никаких вопросов нет. Двух новых руководителей вижу впервые, поэтому просьба также максимально серьезно относиться, тем более в преддверии зимнего периода. Просьба настроиться на такой серьезный подход, чтобы жители видели улучшение с вашим приходом, чтобы оценили работу со знаком качества. Коллеги, следующий доклад о содержании уличной дорожной сети. Игнатов Иван Алексеевич, пожалуйста. Хотел бы рассказать о реализации крупного проекта в рамках развития дорожной инфраструктуры на территории городского округа Люберцы. 16 октября при личном участии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева был осуществлен торжественный запуск движения по долгожданному участку трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы. Длина участка 11 километров. В настоящее время мы видим, что он уже выявил транзит из поселков Октябрьский и Островцы, а еще и снизил нагрузку на Новоризанское шоссе. Теперь жители Люберец, Раменского, Воскресенска, Жуковского, Луховиц и Коломны смогут на полтора часа быстрее добираться до Москвы в период час пик. Следующий доклад о работе территориального управления Октябрьский и Томилина Самара Николай Николаевич. Как уже сказал только что Иван Алексеевич, 16 числа у нас произошло долгожданное действительно событие. Хотел бы от лица жителей поблагодарить за поддержку такого важного проекта. По обращению жителей на выездной администрации главе городского округа Владимиру Михайловичу Волкову удалось дополнить планы на этот год. Заасфальтировали две дороги в деревне Токарево. По итогам работы получили позитивную обратную связь. Данные маршруты очень востребованы. Ими пользуются взрослые дети, чтобы добраться до школы. Еженедельно на территории поселков проводятся рейды на предмет соблюдения миграционного законодательства. Данную работу проводим в тесном сотрудничестве с жителями поселка, представителями управляющих компаний и сотрудников правоохранительных органов. Следующий доклад Курчигина Ирина Валерьевна, Блок экологии. Совместно с Управлением экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области проведено 72 контрольно-надзорных мероприятия, в результате которых рассчитан 6 фактов взыскания экологического вреда на общую сумму 275 миллионов рублей. Ликвидировано 26 источников выбросов в атмосферу. Проведен 41 выезд в мобильную лабораторию. Помимо размещения несанкционированных навалов мусора в промзонах городского округа Люберца, мы продолжаем фиксировать незаконно установленные печи для сжигания отходов. В этом году зафиксировано и демонтировано 26 источников выбросов в атмосферу. У нас по повестке все вопросы. Коллеги, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели.